всем привет вы на канале шума для рецепта долина с хом гарден и сегодня такое небольшое блоговое видео о моем зимнем саде и как немножко покажу как он был и как он преобразился я сделала генеральную уборку постирала все шторы все уголки вытроила в общем подготовилась я к праздникам осенним и зимним не благодарение которое у нас будет уже скоро и рождеству ну что ж хорошего вам просмотра добро пожаловать мой дом мою гостиную зимний сад горный родник и и и и и и и и Вот такая красота, опять мы гуляем, выехали в горы. Для моего лунного садика приобрела я вот еще такую красоту на днях. Экзотик Экспрэшн и Брайт Тюльпаны, а также Нарцисса Айс Файлес и Айс Кинг. Вот такие красавцы. Ой, прямо вот представляю, как они цветут красиво. У меня есть еще один вид, обязательно, когда я буду сажать, покажу. А также вот такой инструмент приобрела для посадки луковичных и, надеюсь, не только для них. И вот такую штучку. Надеюсь, понадежнее, потому что те, которые я видела у многих блогеров, другие, они не очень надежные, они очень быстро ломаются. Уже покупала и дорогие, и дешевые. Ну, дорогие немножко больше можно посадить, чем на дешевых. Надеюсь, что я типа крепче. Вот такая красота, ну, прямо красота, красота. Усердно готовлюсь я к праздникам осенним и зимним. Дню Благодарения и Рождеству для нас это самые такие большие праздники для наших семей. А также весенний праздник – это Пасха. И к этим праздникам я всегда украшаю свой дом, свою гостиную по-особому. И вот такие две посылочки мне пришли с гирляндами, которые будут висеть у меня круглый год. Вот посылочки давно я получала, еще весною, но так я их и не открыла. Я знала, что там, но у меня времени не было. Весна, лето, потом ремонт у нас начался. Но вот пришло время, пришло время, и пора их открывать. Так как я в своем доме делаю кругом, где уже ремонт у нас сделанный, генеральную уборку, перестановку. И особо украшаю свою гостиную для начала праздника дня, дню Благодарения. Вот так она сейчас выглядит. Цветы мои еще все на улице. Сегодня 25 октября 2022 год. Немножко раньше я начала, но по чуть-чуть. Ну, вот такое богатство. Открыла я свои гирлянды. Вот эти все на солнечном шатуре. Две упаковки такие. Две упаковки такие. Походу я их доказывала для улицы. Для моего балкона. И туда они и пойдут. А вот эти для нашей гостиной. Я уже не помню, так давно заказывала. Надо зайти на сайт, где я заказывала, там посмотреть. И нужно мне сделать еще один заказ. Гирлянд. Для нашей гостиной и столовой. Столовая, к дню Благодарению, готова. Ну, и моя гостиная и зимний сад. И я тоже уже готова к дню Благодарения. Одно единственное. Я еще не запустила водопад. Вот такая красота. У нас уже осень на улице. Глубокая осень. Я уже неделю наслаждаюсь моей преображенной гостиной, зимним садом. Может быть, сегодня вечером, когда приду с работы, запущу водопад и покажу вечернюю мою гостиную, зимний сад. Ну, а сейчас день, утро. У нас очень-очень тепло на улице. Замороз, как таковых, у нас еще не было. Местами был минус один. Ну, у меня горизонтема очень красиво цветут. Те, которые в это время года уже замерзали, ну, как бы прихвачивались, потому что был первый такой заморозок. А сейчас они у меня цветут. И вот такой уголок Тенз-Гивенес украшенный к Дню Тенз-Гивенеса. И уже некоторые такие акценты к Рождеству и Новому году. Вот такая к остальному, больше к Рождеству. Так как Новый год мы особо не праздны. Новый год, да и Новый год. Это новая страничка открывается. Там наши прихожие. Тоже уже готовые. И покажу вечером, как выглядит. И как смотрится. Камин, угол. Угол бочки. Она у нас на пианино играет, учится. Угол с водопадом. И вот так с этой стороны смотрится к выходу. Мой флоралю. У нас была годовщина свадьбы. И тоже уже, ну, 10 дней назад, 11 дней, 31 октября. Муж подарил розы. И они вот до сих пор такие красивые. Два букета. Один букет здесь, один в нашей столовой. И вот так смотрится мой флоралю на 10 ноября. Там мало растений. Но вот именно с моими растениями, флорариумом, свиньим садом я больше занимаюсь. А вот после Нового года. Это число 10 января, когда уже мы полностью... Я уже полностью как бы убираю всю новогоднюю, всю новогоднюю декорацию. На этой неделе будем на улице гирлянды расставлять. Ну и так, прихожа. И вот здесь букетик роз тоже. Уже вот сколько? 11 дней. И вот он такой же красивый. Очень красивый розочек. Такой постельный, сиреневый и розовый цвет. Вот такое кресто я занесла себе в дом. Буду сейчас любоваться. Я ее люблю любоваться цветами на улице. Но так как обещают нам минус 3. И я боюсь, что они не выдержат. Минус 1 они выдержали, а минус 3 боюсь, что они почернеют. И вот этой красоты не будет. Ось, пришел. Каждодневный гость до нас. Десятое ноября. И вот такая красота. Сейчас соберу я малинку. Это вообще восторг. Ну вот. И ночной мой зимний сад. Пока украшен под дню благодарения. Я постоянно переставляю декорации. То так, то так. Вот как лучше, как красивее. Ну, думаю, вот это уже последняя версия. Happy Thanksgiving. Хорошего дня, благодарения. Принесла сюда часы. Видите, которые раньше у нас были. Они очень хорошо сочетаются с камином. И вот так деревья горят. На полочке. Здесь светильник. Вот так украшено. Кое-какие акценты к Рождеству у нас. Основной елки нету. Будет сразу на второй день после дня благодарения. Я уже буду готовиться к Рождеству. И поставим елку. Но некоторые акценты я уже выставляю. Чтобы потом меньше работы. В этом году у меня вот так немножко быстрее продвигается. Все. Здесь вот так и такой ангел. И Мария с Иосифом склонились к младенцам. Подсвечник. Там тоже свечи рождественские. А там такая летняя рождественская композиция. Здесь висят каракулечки. Веселенье. Тыква. Там уже вот с игрушками ваза. И вот эти подарочки уже здесь. Олени наши. Здесь композиция с птичек и домик. Для птичек. Здесь вот такая снежинка. И вот такой сувенирщик. Хом смит хом. Сюда тоже будет добавляться в вазу. Пару пакетиков я докуплю. Здесь клетка. Вот такая композиция с птичек. И уже картины к Рождеству. Пианино. Водопад я так и не запустила. Работаю на улице. Сегодня 10 ноября. Это влоговое видео. Снимала по чуть-чуть. Начинала с 25 октября. Вроде бы немного работы. Но тут нужно налить воды. И запустить его. Но времени как-то не хватает. Вечером уже отдохнуть хочется. Но до воскресенья пообещала внуку запустить. Внуку просил. Еще воскресенье прошлое. Бабушка, а водопад почему не работает? Вот такое еще деревце у нас. Ива плакучая или береза нет. Не знаю. Рождественники большие мои. Я выбросила. Устала с ними возиться. Их нужно переносить. Они уже слишком большие. Горшки тоже большие. Тяжело. Вот так окошко светится. У нас шторы, гирлянды. Вот такая красота. И в прихожем. Наши. Вот здесь. Я не показала, наверное, да? Диван. Еще один диван. Там тоже рождественская картина. Здесь тоже. Полочка. Немножко переделала. Днем снимала по-другому. А потом все по-другому. Передела. Вот здесь. Корзина с одеялами. И вот такое зеркало. Здесь тоже вот по-новогоднему. А на диване вот такая подушка. Вот осенняя. Белый рождественник. Я сделала себе молоденький в этом году. И они уже цветут у меня. Беленький уже цветает. Розовый только цветает. Вот здесь. Ну, композиция здесь симметрична. Она повторяется. Вот возле дивана. И прихожая. И наша столовая. Тоже в столовой. На окошке. Штурка. Какая-то гирлянта. На вот этом уголке. Моего зимнего сада. Я хочу закончить. Мое видео. Хочу вам пожелать. Всем счастья. Радости. Мира. Добра. Мир в наших сердцах. В домах. Мир в наших странах. И мир всему миру. До встречи на моем канале Шмагля Резидент Энд Алинас Хом. Гарден. И мир Украине. Всем пока-пока. До новых встреч в моем зимнем саду. На моем канале Шмагля Резидент Энд Алинас Хом. Гарден. Мир Украине. И пусть всех вас Бог благословит. И всего вам хорошего. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok